Воспитанники 30-го детского сада Мы танцевали без костюмов, танцевали в футболке и в шортах, а потом, когда последняя репетиция была, мы танцевали с вот этими веревочками и еще в костюме. Один из участников номера заболел, и его заменил Арсений Данченко. Чтобы разучить движение, у мальчика было всего два дня. С этой задачей он справился отлично. Я был собранный, я не хотел, чтобы из-за меня наша команда проиграла. И я еще очень быстро все запоминаю. Мне понравился танец. Для меня было сложное движение, а точно вот так вот сделать. Два других этапа фестиваля были спортивными. Первый – эстафета. Ребятам предстояло пробежать полосу препятствий, преодолеть змейку и переправу. Самые сильные, ловкие и выносливые показали себя на этапе выполнения норм ГТО. По итогам всех туров команда «Саровчата» взяла золото фестиваля. В «Малышиаде» 30-й детсад участвует в четвертый раз. В 2019 году они стали серебряными призерами. Первое место получили в 2021 году. В прошлом – снова серебро. А в этом опять подняли планку. Особенно хочется поблагодарить наших специалистов, которые подготовили наших детей к этим соревнованиям. И они были настроены очень положительно и позитивно. Это наш музыкальный руководитель Барышева Елена Сергеевна, ответственный за подготовку танца, аэробики. И Черкесов Игорь Анатольевич, который был ответственен за подготовку детей к эстафетам и сдачей норм ГТО. В торжественной обстановке Ольга Кулагина вручила победителям фестиваля «Медали и грамоты». Тренеры и методисты КАРа получили награду Министерства спорта Нижегородской области. В 44 года своей жизни Валерий Трубин занимается борьбой. Начал в детстве, потом решил связать свою профессиональную деятельность с этим видом спорта и стал тренером. В 2000 году Валерий Викторович перебрался в Саров и вместе с Виталием Михайловым начал работать с юными саровскими чемпионами. На Икари он полноценно тренирует с 2019 года. На счету Валерия Трубина четыре кандидата в мастера спорта и несколько десятков перворазрядников, призеры первенства России и всероссийских соревнований. Эта деятельность, как таковая, меня еще с давних времен привлекала, поэтому с детьми мы как-то находим общий язык. И детьми самое тяжелое, когда детей выпускаешь уже. 5-6 лет, в которые дети начинают показывать хорошие результаты, приходится с ними расставаться, так как уходят в высшие учебные заведения, заканчивают школу. Тренер по пылевой стрельбе Максим Самойлов в детстве занимался у Лидии Мелеховой. После срочной службы молодой человек принял пост у своего тренера, которая ушла тогда на заслуженный отдых. С 1995 года он работает на Икаре. Как говорит Максим, больше всего ему нравится именно работа с детьми. Он видит, как они из маленьких мальчиков и девочек, которые еле-еле могут держать винтовку, становятся победителями крупных соревнований. Сейчас у него 20 воспитанников от 11 до 18 лет. Недавно часть из них стали призерами межрегиональных соревнований в Казани. Сейчас спортсмены готовятся к первенству России и республиканским соревнованиям. Самое главное – это уметь владеть собой. Уметь владеть собой, своими эмоциями. Уметь побеждать себя, свой страх, свою лень, свою нерешительность. Дети приходят разные. А вот такие качества мы стараемся в них воспитать. Объясняем, рассказываем, что это самое главное. За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие физической культуры и спорта, а также видов спорта, пулевая стрельба и рукопашный бой, министр спорта Нижегородской области вручил благодарности тренерам Максиму Самойлову и Валерию Трубину. Также награду получил медодист Икара Светлана Родина. Совсем скоро в Сарове стартует летняя оздоровительная кампания. Три загородных лагеря «Березка», «Лесная поляна» и «Гайдар» этим летом примут более 2,5 тысяч человек. В них будет по три смены, плюс в «Березке» пройдет молодежная профильная смена лидерского направления для ребят от 14 лет до 21 года. Досуг для юных саровчан организуют и в городе. Центр внешкольной работы и молодежный центр вновь откроют запись на летние и краткосрочные образовательные программы. Ориентировочно они охватят 850 детей. Ребята будут заняты различной деятельностью. Это и творчество, это и фитнес, атлетическая гимнастика. Будет организовано множество конкурсов, фекторин, квестов. Узнать подробности можно по телефону Центра внешкольной работы 98103 и Молодежного центра 99118. В спортивных школах города около 1500 юных спортсменов пройдут учебно-тренировочные сборы по различным видам спорта. Для всех желающих в микрорайонах города будут работать площадки в рамках реализации областного проекта «Дворовая практика». Дети и подростки смогут поучаствовать в конкурсах, квестах, интерактивных играх, акциях и мастер-классах, соревнованиях по футболу, волейболу, баскетболу и регби. А уже с середины апреля стартует региональный проект «Спорт в каждый двор». На открытых спортивных площадках, расположенных в скейт-парке спортивной школы ИКАР, возле молодежного центра, возле домов на улице Казамазова 10, Павлика Морозова 14, Раменская 13, Корпус 1. По утвержденному графику инструкторы по физической культуре и спорту будут организовывать проведение физкультурно-спортивной работы. Всем желающим инструкторы будут рассказывать, как выполнять на тренажерах различные упражнения без вреда для здоровья. Кроме того, запланируют активности во Дворце детского творчества, станции юных техников, станции юных натуралистов и в городских парках, отдыхах, музеях, библиотеках. Еще одно большое направление – санаторное оздоровление детей. Предусмотрена компенсация части расходов по приобретению путевки в санаторный оздоровительный центр круглогодичного действия, расположенный на всей территории Российской Федерации. Для детей от 4 до 15 лет включительно. Размер компенсации составляет от 12 800 рублей до 14 700 рублей в зависимости от количества дней пребывания – от 21 до 24 календарных дней. Количество средств компенсации ограничено. Очередность получателей определяется по дате подачи заявления. У саровчан есть возможность попасть в Артек или Лазурный. Для этого необходимо пройти конкурсный отбор. По всем вопросам, связанным с организацией летнего отдыха детей, обращайтесь в Департамент по делам молодежи и спорта по телефону 99062. Саровчанин занял второе место на 13-м чемпионате России по классическому русскому жиму в дивизионе «Элитный жимовый марафон». 18 лет назад Евгений Марагин пришел в спортивную секцию в мечте. Тогда не знал, чем именно будет заниматься. Как рассказал Евгений, он буквально выбирал, в какую комнату зайти – с тренажерами или с шахматами. В итоге выбрал тяжелую атлетику. Быстро втянулся и с тех пор уже не представляет свою жизнь без спорта. Профессию Евгений тоже выбрал соответствующую – тренера-инструктора тренажерного зала на Икаре. Занимаюсь в основном с девчонками. Как показывает практика, парни у нас перестали, хотели быть сильными и большими. Сейчас только девочки начали заниматься. Я не знаю, в мое время, даже 12-13 лет назад, все по-другому было. Сейчас все кардинально поменялось. То есть девочки более целенаправленные, упорные и придерживаются плана, которыми расписываешь. Как говорит Евгений, когда человек приходит в зал, он плохо представляет, что надо делать. И задача тренера – подсказать, как заниматься правильно, чтобы не нанести вред здоровью. Инструкциями из интернета руководствоваться не стоит. Для достижения результата на тренировках нужна система. Сам Евгений придерживается четкого графика. Занимается он 6-7 раз в неделю. Три тренировки силовые, 2-3 кардио и есть еще тренировка на растяжку. Это уже в порядке вещей встать. Встать, поесть, правильно опять же прийти, зарядка, разминка, поехали заниматься. Заминка и все такое. Но это со временем приходится. Сначала людям, честно, сложно. Очень сложно. Вот это шаг в сторону, шаг влево, шаг вправо. Минус прогресс пойдет. Здесь упорная, постоянная, систематичная тренировка. Как вот говорят, no gain, no pain. Нет более, нету, соответственно, результата. Недавно Евгений присоединился к Федерации классического русского жима. До вступления в нее занимался пауэрлифтингом. Решил попробовать что-то новое и затянуло. В регламенте Федерации нет жестких весовых категорий. Все решает коэффициент, и спортсмены находятся в равных условиях. Коэффициент рассчитывается так. Вес на штанге умножают на количество повторений и делят на вес спортсмена. В апреле Евгений занял второе место на 13-м чемпионате России по классическому русскому жиму. Элитный жимовой марафон – это три подхода. И в трех подходах ты должен сделать минимум показаний мастер спорта международного класса. И только после этого присваивается звание элиты. То есть это очень сложно на самом деле. Я в воскресенье встал, я думаю, все, я сейчас умру. Прям вот мышечная боль такая сильная была. В понедельник более-менее стало. Вот вчера первый раз позанимался. Потихоньку сейчас надо обратно в колею выходить. В планах Евгения популяризировать русский жим в нашем городе среди взрослых и детей. Заниматься этим спортом могут и здоровые люди, и люди с ограниченными возможностями.